Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Американская фигуристка Джессика Кололанг, выступающая в паре с Брайаном Джонсоном, избежала дисквалификации за нарушение антидопинговых правил после того, как в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество. Спортсменке удалось доказать, что вещество содержалось в косметике, которую она использовала перед выходом на лед. Расследование длилось на протяжении восьми месяцев, из-за чего Кололанг и Джонсон пропустили чемпионат мира в Стокгольме. В текущем сезоне пара вернулась на соревнования. На турнире Финляндия трофи Кололанг и Джонсон заняли четвертое место. Бывший генеральный директор антидопингового агентства Юрий Ганус выразил мнение, что какой-либо российский спортсмен, оказавшийся в такой ситуации, также был бы оправдан, если бы смог убедительно доказать свою невиновность. Он не считает, что уместно проводить политические параллели и говорить, что российского спортсмена не простили бы в такой ситуации. Перед тем как перейти к следующим новостям по традиции призываю вас поставить лайк этому ролику. Большое вам спасибо. В Венгрии продолжается турнир Будапешт Трофи. Сегодня с короткими программами выступили девушки. Первой из россиянок на льду появилась Софья Самодурова. Фигуристка без падений откатала свою программу, исполнив каскад тройной флип тройной тулуп, двойной аксель и тройной лутц. Софья получила за прокат 67,15 балла. Анна Щербакова несмотря на проблемы с мышцами шеи не снялась с турнира и даже приехала на арену на час раньше остальных, чтобы подготовиться. Выступала она без пластыри, который держал ее шею на утренней тренировке. Щербакова чисто исполнила короткую программу, прыгнув двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц, тройной риттбергер. Фигуристка получила за прокат 74,76 балла и стала лидером, обойдя Софью Самодурову. Следующий на лед вышла Майя Хромых, которая также без ошибок откатала программу. Она исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип тройной тулуп. Она получила за прокат 72,82 балла, уступив Ане Щербаковой, но выиграла у Софьи Самодуровой. Что же короткая программа успешно прошла для российских девушек, ожидаем таких же прокатов в произвольной программе. Произвольные программы девушки покажут 17 октября в 15 часов 25 минут по московскому времени. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.